Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, если кто не знает. И сегодня у нас очень простое лаконичное видео про распаковку аромата. Это Royal Moresque. На упаковке Limited Edition написано. Я это заказала не вслепую. Я сначала этот аромат тестировала в сэмпле. Он был в аромабоксе от R&DV в молекулярных ароматах. И так получается, что постепенно этот аромабокс я начинаю офлаконивать. Потому что в последнее время я увлекаюсь такими нежными, довольно интимными ароматами. Очень чувственными, очень женственными, привлекательными. Давайте распакуем. Я этот аромат заказала тоже на рандеву. Я заказала сразу несколько ароматов. Тогда сразу скажу, меня спрашивают, что рандеву начало доставлять в Испанию. Нет, рандеву не начали сюда доставлять. К сожалению, меня просто привозят ко мне родственники, друзья, муж привозят. И я заказываю сразу несколько ароматов. Но не распаковываю их сразу по одной простой причине. Если я их распакую все, это как мне потом выбрать, чем пользоваться? Мне и так-то тяжело. Для меня это прям сложность. А тут, когда еще будут несколько новых, это будет совсем-совсем очень сложная задача. Смотрите, какая тут классная упаковка. Сначала, значит, снимаем эту. Потом, ой, такая классная. Посмотрите, как будто бы, да, книжки такие есть старые. У меня тоже есть такие. Я забрала из дома дедушки и бабушки. Вот, и они вот такие, как эта самая книжка, как будто под ткань, да, плетеную. Мне очень нравится. Если в качестве бы подарка, было бы вообще шикарно. Так, сделано вот далее. Тут неспроста стоит этот аромат от The House of Wood. Дыхание бесконечности. Потому что их сравнивают. И у них, правда, очень похожи пирамиды. Пересечения просто феноменальные. Здесь есть персик. Тут есть пион, как и здесь. А в базе есть амброксан, что, в принципе, и здесь. Но тут, так сказать, более ширенная пирамида. Здесь есть также ирис. И в базе присутствует дерево. Но, но, я помню, когда я носила их в сэмпле, они мне казались похожими, но не идентичными. Здесь нет кашмирана, того самого, который, как мне, кажется, да, дает эффект некоторым людям, некоторым. Им кажется, что это так называемые мокрые тряпки. Я никаких мокрых тряпок не чувствую. И даже больше скажу. Мне эта нота кашмирана очень, очень нравится. Возможно, зависит от кожи. Так как аромат молекулярный, он звучит на людях по-разному. Мне очень нравится этот кашмиран. Он дает тепло аромату. Вот этот вот, естественно, стартует очень ярко за счет ремени, за счет помело и перца. И он, знаете, такое у него удивительное сочетание. С одной стороны, свежести, да? А с другой стороны, он более сладкий. Я не знаю, возможно, тут другой персик. Отличается он слаще. Конечно же, так как ароматы молекулярные, они открываются по-разному. Это неизбежно. Их обязательно, обязательно нужно тестить. Так, хочется нанести на себя, но на мне. Сегодня с утра был герлен терракота. Ну, вроде бы как я его уже не чувствую. Да, нанесу. Знаете, какая удивительная, да, лично, на мой вкус, особенность у этих ароматов молекулярных. Они вроде бы невесомые. Они вроде бы такие интимные, тихие. Но они очень стойкие. И если вы в очень близком контакте с кем-то, я не знаю, там, обнимаете мужа, своего парня, подругу, там, то вы обязательно его, его обязательно с вас почувствуют. И что самое хорошее, никого не придушите. Это для меня огромный плюс. Потому что, ну, если это свидание, и ты на него приходишь, и тебя обнимают, и не чувствуют ничего, кроме твоего аромата. И ладно, если человеку нравится этот парфюм, прям он от него так же в восторге, как и вы, класс. Но если он вообще чувствительный к запахам, либо не его это, да, ну, не прям там, чтобы совсем, ну, вот, ну, просто не нравится, то это может быть минусом. И вообще, мне кажется, что сейчас я прихожу к этому выводу, что ароматы для свиданий, они не должны быть вот такими вот слишком громкими. Напишите мне, как вы считаете, для свиданий какие лучше ароматы? Вот такие вот молекулярные, которые близко к телу сидят, либо такие, чтобы сразу все поняли, да, кто зашел в помещение. Еще этот аромат сравнивают с Flower Immortality от Killian. Мне они, опять же, да, ну, персик, окей, персик пересекается. И там, и там, вроде бы еще ирис есть, и там, и там, они пересекаются. Ну, возможно, но цветок от Killian мне не понравился. Во-первых, аромат с меня слетает довольно быстро, да. Ну как, я его чувствую легким таким шлейфом, но это уже не персик, это уже не ирис, а какая-то база, да, такая база шампуня, крема для тела, геля для душа. Мне не нравится. Здесь же я прекрасно чувствую персик. Мне это нравится, мне это нравится, что это на протяжении всего аромата. Я читала на фрагрантике отзывы, они опять-таки от того, что аромат совсем неинтересный, ну, про тряпки не пишу, да, как вот про вот этот, но что он совсем неинтересный, вообще не зацепил. Кто-то пишет прям супер, мой любимый. Опять же, друзья, смотрите, есть такой эффект парфманьяка. Для нас уже надо что-нибудь такое с заковыркой, что-нибудь такое сложное, звучащее, чтобы мы еще и разгадывали. Какие-то персики с пионами нам обычно неинтересны. Я это понимаю. Но, допустим, есть люди, которые ищут просто аромат на каждый день, чтобы приятно пахнуть. Им не надо разгадывать какие-то ноты, переплетения, угадывать. Это же надо, как они туберозу так завернули, что я ее не чувствую каким-то оттенком. Ну, надо же, какая интересная тубероза. Это не всем нужно. И вот этот аромат, он просто идеален. Он очень хорошо, он дорого звучит. Кто-то пишет, что это простое люксовое звучание. Но нет, в том-то и фишка. Фрукты там всегда какие-то очень похожие, за редким исключением. Они прям, ты сразу понимаешь, типа, о, ну, если это классный люксовый аромат, то обычно он растиражирован. И ты это узнаешь, как та же Мадемуазель Коко или Елисейский поля от Герлен. Это прям узнаваемое и даже как-то отсылает куда-то в ретро. То это нет. Это современно. Это амброксан. И это тот самый аромат, который можно отнести в категорию этой моды, которая сейчас появилась. Old money, старые деньги. Такой шик аристократический. И как будто бы я немножко с иронией отношусь к этой моде. Потому что, ну, если ты аристократ, ты аристократ. А если ты такой аристократия вошла в моду и ты купил себе что-то такое аристократическое. Но мне визуально это нравится. Мне нравится это направление в парфюмерии. Оно, несомненно, есть. И вот такие вот ароматы, они и относятся к этой моде. Почему я беру в кавычки, я не знаю. Не знаю почему. Ну, как-то вот так вот. Так, и мне в последнее время такие ароматы стали нравиться. Иногда я устаю от громких ароматов, которые сильно отвлекают, которые требуют, правда, внимания к себе. Мне хочется вот что-то вот такое вот невесомое, тихое. Но чтобы это дорого звучало, обязательно. И, ну, согласитесь, по поводу люкса никто не спорит. Кто-то может сказать, ну, это неинтересно. Вот Bright Crystal от Versace, да, кто-то может так сказать. Но спорить, в принципе, там нечего. Там делают так аромат складно, да, чтобы люди не спорили, там есть мокрые тряпки или нет. Вот здесь. Я вообще не понимаю, что здесь вот может именно оттолкнуть. Может, поэтому про аромат пишут, что он с люксовым звучанием. Но нет. Нет, такой персик. Амброксан, опять же, такого нет в люксе. Я не говорю, что у меня там амброксана в люксе, но именно вот такого, да, все же зависит еще от дозировки этого амброксана. Нет, аромат все-таки в целом, в целом звучит нишево. Это понимаешь. Несмотря на то, что у него очень простая вроде бы база. Он к базе становится таким ароматом какого-то уходового средства косметического. И это, конечно, да, это его роднит с люксовыми ароматами. Потому что один из признаков люкса – это его косметичность. Это любят в люксе. Это часто ищут и ждут от люкса. Традиционно, да, так скажем. Сейчас потому что люкс тоже уже начал меняться. Там всякие уды у них пошли, мускусы. Но традиционно люкс – это что-то косметическое, пудровое, пудрово-цветочное, пудрово-фруктовое или фруктовое. Часто мы люкс говорим, ну это какой-то шампунь. Но люкс это и делает. Здесь, кстати, вот я никакой шампунистости не чувствую. Конечно, сидит довольно близко к коже. У него есть неуловимый тонкий шлейф, который звучит лично на мне, на протяжении всего дня. Надо учитывать, что у меня холодная и сухая кожа. И на мне очень часто ароматы держатся долго. Аромат прекрасно подойдет на каждый день в офис. Или если у вас есть какая-то работа с людьми, близкий контакт, где желательно носить громкие шлейфовые ароматы, потому что можно кого-нибудь удушить. Вот этот аромат идеален. И здесь пудра. Здесь появляется пудра к базе. Он запудривается, но чувствуется опять же амброксан и древесность. Мне нравится. Я довольна. Вот, друзья. Спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Это важно, потому что я вижу, что меня многие смотрят без подписки. Проверьте, пожалуйста. Если вы желаете продвижения моему каналу, то подпишитесь. YouTube видит это. И тогда он понимает, что видео интересно. Палец вверх тоже этому способствует. Но если вы сделаете и то, и другое действие, то YouTube прям вообще. Вообще у него не будет вариантов, кроме как продвигать мое видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели это видео до конца. Я вам желаю прекрасных весенних дней, вдохновения. Берегите себя, своих близких. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok